Первая после местных выборов акция протеста против действий городской власти прошла в Одессе. Горожан возмутило решение мэрии снести здание бывшей типографии на улице Решильевской. Дом номер 47 по улице Решильевской – очередная жертва чиновников мэрии в строительном бизнесе. Под угрозой уничтожения объекта исторического культурного наследия. Здесь в 1883 году открылась типография Ефима Фисенко. Эта другарня в Российской империи считалась наиболее. И больше того, одесские газеты сказали, что друкарня Ефима Ивановича Фисенко найкращая в Европе. И окрім украинской продукции, тут колоссальная кількість друковалася продукции в том числе церковной. Я не знаю, где там Бог находится в тех людях, которые сейчас собираются ее снести. Это будет привод к всем украинцам и всем патріотам Украины в Украине за ее межами. Если друкарня Фисенко, которая была приводной друкарней ведения украинской продукции и друковала украинские гроши, будет уничтожена. Тут друковали гроши Центральной Ради, гроши Украинской народной республики, гроши часы Гетьмана Скоропадского. Тут друковали украинские видения, когда украинская мова в Российской империи была заборонена. Тут друковали хлебні картки під час обороны Одессы. А я бы еще запропонувал зробити тут музей тих видань, тих видань, які тут друковались. Цих грошей, цих книжок и всего іншого. Незадолго до выборов городской голова обещал начать героическую борьбу за сохранение архитектурного наследия Одессы. Вместо этого 27 ноября городской ГАСК выдал компании Одесса-Сити документы на строительные работы. На месте старинного здания планируется строить шестиэтажный жилой дом. После того, как выделяли землю для того, чтобы здесь не для строительства, а для обслуживания существующих зданий, после того, как не говорилось о строительстве, все-таки выдаются разрешения на строительство, после того, как не говорилось о жилом строительстве, почему-то сейчас документы касаются жилого строительства. Участники акции собираются направить заявление городскому голове с требованием сохранить здание типографии и окружающую застройку. Достаточно любого количества местных жителей для того, чтобы поднять этот вопрос и передать до рученья, кстати, депутатам. Это строительство отразится на арабском культурном центре, на этой мечети, на доходном доме Розенблата, который тоже тут недалеко. На домах, которые примыкают именно жилые, это Ресельевская, 45, я общалась там с местными жителями. Их дом тоже готовят под снос. Куда они собираются девать местных, которые там уже живут, непонятно. То есть мы здесь собрались для того, чтобы отставить наши права на культурный центр и права местных жителей на то, чтобы здесь жить. Обращения к нашей мэрии и лично Геннадию Труханову вряд ли будет достаточно. Если городская власть разрешает уничтожение памятника, делается это сознательно. Скорее всего, понадобится обращаться в Киев.